Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня у нас в гостях предсначальник подразделения благотворительного фонда «Это чудо» в городе Чебоксары Наталья Александровна Васильева. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня поговорим о благотворительности. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш фонд и о ближайших акциях и действующих акциях. Благотворительный фонд «Это чудо» на протяжении пяти лет помогает тяжелым больным детям. Также помимо адресной помощи мы создаем различные системные проекты и благотворительные социальные акции, направленные на поддержку социальных проектов различных. Хорошо, но проектов может быть много. Как долго существует фонд и что удалось сделать за эти годы? Фонд работает 5 лет, то есть нам в этом году исполнить 5 лет. Мы помогли уже почву вашей более 30 детям на сумму более 7 миллионов рублей. Если брать оборот полностью фонда, то он уже превысил 20 миллионов. То есть получается ежемесячно дети получают помощь необходимую, это лекарство, получают средства на операцию, когда срочно нужно ее оплатить. Помимо этого мы проводим различные акции, различные концерты для детей, праздники, которые они с радостью посещают. Потому что детям с ограниченными возможностями здоровья порой очень сложно найти друзей, выйти из дома. А такие мероприятия, они в общем-то дарят им радость. Я вот знаю, что вы теперь заботитесь еще о такой вот проблеме, как безбарьерная городская среда. И хотите подарить именно детям чебоксарским, тем, у которых есть проблемы со здоровьем, которым сложно передвигаться по городу. И тем более выйти на детскую площадку, именно на ту, которая вот сейчас строится во дворах. И подарить им первую инклюзивную площадку. Расскажите, что это за акция и как будет выглядеть, может быть, эта площадка? К чему мы стремимся? Вообще такая проблема существует, конечно, в России. У нас только начали застраиваться дворовые территории для обычных детей. Естественно, для детей с ограниченными возможностями застройка, она несколько задерживается. Вот недавно по России в Москве Третьяк открыл первую инклюзивную площадку. В Москве, во многих городах, когда мы встречались с руководителем других фондов, тоже есть такая мечта открыть площадку. Естественно, и наши дети, дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенно дети с поражением опорно-двигательного аппарата, которым тяжело передвигаться. Для них нет специализированных каких-то качель, каруселей. Конечно, мы давно мечтали о том, что у нас в Чувашии появится такая, вот в Чебоксарах такая площадка. И очень много думали, привлекали, разговаривали с различными руководителями, организацией, с банками. И нашли, в общем-то, поддержку, нас услышали, нас поддержали. И вот мы запустили такую акцию, которая называется «Дорога в изумрудный город». Благодаря этой акции у нас в Чувашии уже 20 августа состоится открытие такой инклюзивной площадки. И ежемесячно, начиная с мая, у нас прошло более 20 таких акций. Акцию посетило большое количество горожан, это около 1000 человек. Акция называется «Дорога в изумрудный город». Почему именно такое название? И в каком месте нашего города все-таки появится вот эта вот инклюзивная площадка? Такое название мы выбрали потому, что Гудвин, если вы знаете такую сказочную историю, он был волшебником, он создавал удивительные вещи. Поэтому наша площадка, она будет тоже удивительная. Что говорит название о том, может быть, не каждый зритель знает, о том, что она инклюзивная, адаптивная. То есть там будут элементы присутствовать, когда не просто обычные здоровые дети, но и как раз дети, которые имеют различные нарушения, могут все вместе играть на этой площадке, они смогут подружиться, они смогут найти новых друзей, а это как раз та цель, которую мы преследуем. Человек, который хочет принять участие в акции, он покупал кирпичик за символические 100 рублей, получал кисти, краски, получал фартук и рисовал все, что душе угодно на этом кирпичике. Поэтому изначально нам перед началом акции целый поддон кирпичей практически, тысячи кирпичей завозился. Это настоящие кирпичики, которые будут использоваться в строительстве. Дороги, которые ведет в изумрудный город. Вот эти кирпичики, они разрисовывались. В конце акции целая гора разрисованных кирпичиков увозилась обратно на склад в строительную компанию. Все это дело у нас хранится. И потом эти кирпичики с именными, можно сказать, разрисованными картинками, они пойдут в строительство городка. А сколько человек все-таки приняли участие? Вы ввели такие подсчеты? Ну, конечно, мы можем подсчитать по пожертвованию, сколько у нас, потому что все-таки они оплачивали за каждый кирпичик. Но так как мы все-таки фонд, и когда человек просил дать мне, пожалуйста, еще второй кирпич и третий, мы никогда не отказывались. И поэтому около тысячи человек приняли участие. Но хочется сказать, что у нас еще будут продолжаться акции в июле и в августе. Давайте тогда сделаем небольшой анонс. Если человек хочет присоединиться, вот он сегодня посмотрел нашу программу, услышал, он тоже хочет поучаствовать в строительстве дороги в Изумрудный город. Что нужно сделать? Куда идти? Кому обращаться? Ну, вообще, вы можете посетить нашу локацию. Наша локация будет 29-30 июля. Это в парке Лакрейский лес. Мы на самом центральном месте. Вы сразу нас увидите. У нас громадные палеты. То есть у нас из палет сделаны столы, у нас своя палатка, то есть у нас кисти, краски, волонтеры, яркая одежда, фартук. То есть вы мимо нас однозначно не пройдете. Вот еще раз повторюсь, 29-30 июля мы будем проводить и 5-6 августа. На этом заканчивается наша акция, потому что мы приступаем как раз к обустройству детской площадки. Сейчас идет стадия закупания элементов игровых. В общем-то, я думаю, что мы потом осветим и презентуем эту площадку, и все могут ознакомиться. То есть это что-то интересное, это необычное для нашего города. Я думаю, всем очень понравится. Хорошо. Я думаю, что желающие обязательно появятся. А вы можете рассказать тогда о других акциях, которые... Вот эта акция заканчивается, а о долгоиграющих, может быть, какие-то еще есть, которые имеют долгую историю и продолжаются? Ну, это... Вообще у нас очень много системных проектов. Один из проектов – это поддержка детей с помощью ипотерапии. То есть с помощью лечения лошадей, лошадьми. Вот. То есть этот проект у нас тоже на сайте. Если вы хотите помочь, то есть вы можете на нашем сайте, и чудо.ру зайти и оказать помощь деткам, ознакомиться с этим проектом. А потом у нас здесь вот проект по поддержке бочи. Вы знаете, что это паралимпийский вид спорта, и у нас много детей уже начинают, с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата заниматься. То есть мы постоянно на основе, тоже с помощью спонсоров поддерживаем этот проект. Вот. Организовываем мы соревнования, мастер-классы. Вот. Скоро поедем как раз по всем районам республики. Мы подарим комплекты мячей. Я думаю, что пригласим в вашу студию тоже. То есть у нас это Канаш, у нас запланировано Шумерли. Создадим там людей, которые будут заниматься. То есть призовем их себе, научим играть детей, а также взрослых заниматься этим паралимпийским видом спорта. Хорошо. Ну вот желающих, допустим, появится после даже этой программы много, но человек хочет знать, куда идут его деньги, какая отчетность и как он может проследить, дошли ли его финансы до адресата, до ребенка, до площадки. То есть куда он наканул деньги. Да, конечно, это очень важно знать тем людям, которые оказывают помощь. Вот благотворительный фонд, он ежегодно проходит аудиторскую проверку, успешному ежегодно на протяжении пяти лет. То есть очень строго проверяют. Мы сдаем отчеты обязательно в Министерстве юстиции. Также в режиме онлайн вы можете зайти на наш сайт и в разделе «Наши отчеты» можете посмотреть, где транслируются все пожертвования, которые сделали наш фонд. И в разделе «Мы помогли» вы можете ознакомиться с теми детьми, которым мы помогли. Также о эффективности работе фонда говорит обновление информации в разделе «Новостей». То есть если фонд реально работающий, ежедневно, через день, то есть постоянно обновляются новости. И зрители могут ознакомиться с тем, что мы проводим, какие акции, куда направились средства, которые мы собирали. То есть очень много способов. Если человек действительно интересуется, он может зайти, посмотреть. Ну и в любое время позвонить, конечно, в наш фонд. У нас есть телефоны. То есть у нас есть во всех соцсетях, в контакт, в фейсбук, одноклассники, инстаграм. То есть мы открыты к диалогу, к общению. Наталья Александровна, спасибо большое за беседу, за интересный разговор. И я надеюсь, что желающих помочь вашему фонду будет как можно больше. А вы приходите к нам почаще, рассказывайте о своих успехах. Всегда будем вам рады. Спасибо вам огромное. Вам тоже успехов. Большое спасибо. С вами была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok